Здравствуйте, это снова я, Ксения, русская девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским сериалам. И сегодня мне хотелось поговорить с вами на тему, которая мне кажется достаточно интересной. И я несколько раз уже касалась этой темы, всегда есть что-то новое, что можно добавить. Hoy me acompaña la muñeca Sonia Rose, que originalmente es una muñeca coreana y se llama Kurn. Pero cuando empezaron a importarla a Rusia, le cambiaron de nombre y ahora se vende bajo el nombre de Sonia Rose. Yo todavía no he inventado ningún nombre particular para ella, así que recibo propuestas para bautizar esa belleza. Dicen que nos parecemos un poco, bueno, con este vestido y con este collar, a lo mejor sí que nos parecemos. Yo creo que lo que más se parece son los ojos. Dicen que nos parece son los ojos. Y, así decir, русифицировали ее под именем Sonia Rose. Y говорят, что мы с ней похожи, ну, наверное, да, особенно когда я в этом платье и с этим ожирением. Но мне кажется, что больше всего у нас глаза похожи. Ella es la tercera muñeca Sonia Rose en mi colección y creo que es la última Sonia Rose. Она третья кукла Sonia Rose в моей colección y думаю, что это последняя Sonia Rose. Pero hoy no voy a hablar de ella, sino de otro muñeco muy divertido, que es un reparador de sueños y que es un chinito. Но сегодня говорить я буду не о ней, а об одном кукленке, очень веселом. Это специалист по починке сновидений, мастер по починке сновидений или, может быть, мечтаний. И это китайчонок. Yo le he llamado el chinito Li. Y este muñeco tiene una historia detrás de él que ni siquiera él sabe. Y ahora mismo él va a saber de todo eso junto a ustedes. И за этим кукленком скрывается история, о которой даже сам он еще не знает. И сейчас вместе со всеми вами он обязательно о ней узнает. И на самом деле, тема сегодняшнего видео это то, как куклы, куклята, куклы женского пола и мужского пола помогают нам переживать детские травмы или что-то, что случилось с нами давным-давно, но по-прежнему причиняет нам боль. Lo que pasa es que cuando yo era pequeña, yo tenía un muñeco de más o menos este tamaño, que era chinito y que se llamaba el chinito Li. Дело в том, что когда я была маленькая, у меня был кукленок примерно такого же вот размера, который был тоже китайчонок, и его звали китайчонок Li. Lo verdad es que ese nombre me ofreció mi abuelo materno, и creo que era una alusión a la canción y el poema de Александр Вертинский, que tenía este nombre en una de sus estrofas. Это имя предложил для того пупсика, мой дедушка с материнской стороны, и думаю, что это была alusia на песню и стихотворение Александра Вертинского, в котором упоминалось это имя. Но я в то время была маленькая, и, конечно, ничего не знала ни о Александре Вертинском, ни о этой песне. И, просто после того, как мне подарили этого кукленка китайчонка, к которому я очень сильно привязалась и очень сильно его сразу полюбила, и, конечно, у меня есть несколько месяцев в больнице и, конечно, я провела несколько месяцев в больнице. Algunos más leves, otros más severos. Дело в том, что в моей болезни есть разные варианты, некоторые легче, некоторые более такие тяжелые. И persona de mis compañeras de mi estancia en el hospital era gravemente enferma. Estaba en una condición muchísimo peor que la mía. И одна из девочек, которая вместе я лежала в больнице, была гораздо более тяжелом состоянии чем я, была очень тяжелой больной. И, además de eso, она была агрессива. Она не могла, ну, не могла, ну, не могла говорить с ней. И todo lo que hacía era pelearse con otros. Y como no podía utilizar las manos ni los brazos, pues se peleaba con las piernas y los pies, dando patadas a su alrededor. Y она была очень агрессивной. Y все, что делала, она это дралась с другими пациентами и даже с медперсоналом. И так как она руками пользоваться не могла из-за болезни, то она пользовалась ногами. Она легалась, никого к себе не подпускала. И, bueno, ella se llamала Татьяна. И yo creo que ella era huérfana. O, a lo mejor, sus padres, pues, no la querían. Porque nunca vi a nadie visitarla en los días de visitas. Y, me parece, она была или сиротой, или просто ее родители ее не любили, потому что ее никогда никто не навещал в дни посещений. Y ahora que soy adulto creo que la mayor parte de su agresividad se debe a eso. A falta de amor, a falta de cariño hacia ella. Entonces ella respondía con esa agresión, con esa maldad. И сейчас, когда я выросла, я думаю, что вся ее эта агрессия, она была связана именно с недостатком, с нехваткой любви в ее сторону. Что ее никто не любил, и она на это вот отвечала такой агрессией, такой злобой. A lo mejor ella no era mala por dentro, simplemente sufría mucho. Y como ni hablaba, ni podía expresar lo que sentía, todo su dolor, y ella se expresaba así con agresión. Y, скорее всего, она плохим человеком не была, просто она очень страдала, и так как она говорить не могла, и как-то выразить свои страдания, то она на все вот отвечала такой агрессией. И, como a mí, me visitaban a menudo, и venían a visitar a mi madre, a mi padre, y me traían regalos, me traían frutas, me traían libros, y me han traído a mi chinito li. A меня, так как часто навещали, приносили подарки, приносили fructos, книги, приносили моего китайченко li, и, а, 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 а фрута, с меня разбавали, а, а,fernick, Я Петровна, праудовствую у меня, брала вот мне сестра, но не было ничего, я не думала, но, после того, у меня было одно Тракетия Батюро, это реалити, а я сидела вот это, и я стояла меня с perpetем, и у меня, и я сидела родителем, и мы сидела с casетами, и у меня была с прегназинка, и у меня не было смерти, что случилось, у меня детская трагедия мне нужно было идти на сеанс массажа и оставить вещи свои в палате и так как нужно было оставить вещи в палате я оставила книжку свою по-моему это была книжка про винипуха и китайчонка ли своего тоже оставила в палате и аль регресса пусть раз haber estado массажеada и траз haber pasado yo creo que unos 30 минутos fuera vi una imagen que para mí era terrible и вернувшись и проведя на сеансе массажа где-то полчаса я увидела такую картину которая для меня была ужасной просто я vi que mi monjego estaba destrozado я увидела что кукленок мой совершенно весь растяжан и su cabeza estaba en una parte de la habitación и los restos de su cuerpo en la otra y голова валялась в одной стороне палаты а руки ноги и то что от туловища оставалось в другой además mi libro también estaba roto y alguien había dibujado garrabatos con los lápices de color que también eran míos y que yo he dejado en la habitación а также книга тоже была попорчена и на ней всякие каляки-маляки были нарисованы карандашами цветными тоже моими которые я в палате оставила todo eso lo había hecho esa chica la pobre chica infeliza la que nadie quería и todo и все это сделала эта девочка которую никто вот не любил no sé cómo ella logró pues dibujar algo porque casi no no utilizaba las manos не знаю как она смогла что-то нарисовать потому что руки почти не использовала pero yo creo que su desesperación era tan grande y tenía tantas ganas de expresar que ella quiere tener lo que tengo yo que quiere que la quieran que quiere quiere todo eso lo que tengo yo y ella no tiene no видимо у нее было настолько сильного желания выразить что ей вот всего этого хочется то что есть у меня и то чего у меня нет у нее нет y no se trataba de los objetos materiales sino de cariño de amor que estaban expresados en esos objetos и конечно речь шла не о материальных этих вещах а вот именно о той любви которая в этих вещах заключалась которую выражали через эти вещи entonces ella decidió destrozar todo eso porque no suportaba ver esas cosas и она решила это все разрушить и уничтожить потому что просто у нее ну ей было неприятно видимо все это видеть pero para mí era como como si como si me chinito fue matado sabes но для меня это было как будто моего китайчонка убили y aunque ahora tengo cuarenta y pico años todavía lo recuerdo como si fuera ayer и хотя мне сейчас уже до 40 я до сих пор это все помню как как будто это дело все вчера происходило и и и todavía siento lo que sentía en aquel entonces aquella pena por la muñeco por el muñeco y creo que también pena por la chica que es que todavía en aquel entonces yo no entendía que que también sentía pena por ella y pero desde entonces se han pasado tantos años y yo seguía pensando en el chino il y pensando en aquella escena horrible que había testimonial И с тех пор прошло много лет, и я продолжала думать про этого китайчонка Ли, про эту всю жуткую сцену кукольного убийства, которую я видела. И до сих пор, когда в каком-нибудь сериале или фильме кто-то плохо обращается с куклой или ее ломает, я себя жутко чувствую. Entonces, когда я увидела этот adorable chinito, и я увидела, что она так счастлива и так счастлива, я решила купить его, и он будет реинкарнационом этого chinito Ли. Поэтому, когда я увидела этого китайчонка, у которого такое радостное и счастливое лицо, я решила, что я обязательно куплю его, и он будет как реинкарнация того китайчонка Ли. Поэтому я его и назвала китайчонок Ли тоже. И ahora, по стене доло, puedo pensar, что mi chinito había vuelto a mí, что ahora tiene una vida feliz, porque ahora vive rodeados de amigitos, por ejemplo, de Pepe, y Pepe es un muñeco tan alegre que nadie puede estar triste a su lado. И я могу теперь вообразить, что вот вернулся ко мне мой китайчонок, и что теперь он счастлив, потому что у него полно-полно кукольных друзей, вот, например, Pepe. Pepe это такой кукленок, что около него просто грустить совершенно невозможно. и теперь это на меня, и я чувствую себя немного повелившись в том, смысле, потому что я словно бы тяжелый груз сбросила с себя. И уже не так сильно я страдаю по тому китайчонку Ли, потому что в любой момент могу вот этого вот замечательного парня взять, посмотреть на него и увидеть, что китайчонок Ли счастлив. Так что в данном случае этот кукленок, скажем так, что несет в себе некую терапевтическую функцию и тот факт, что он является мастером по починке сновидений, даже добавляет еще более глубокого значения всему этому. Я очень довольна и рада, что китайчонок Ли теперь ко мне вернулся. Ну, это уже все, что я хотела сказать. И я хочу снова показать вам свою мунику Соня Роуз, которая говорит, что мне кажется. Соня Роуз, перед тем, как попрощаться, вот эту замечательную куклу. Некоторые говорят, что вот будто бы она на меня похожа. И если уж она на меня похожа, то я очень довольна, она очень красива. И также хочу еще раз показать, что я еще немного, что она называется Марисол, и которые некоторые у нас приятные друзьями тоже говорят, что мне кажется, что она похожа, но она, по мне, мне кажется, что она похожа на Карлета Харра, не знаю почему, но я очень думаю, что она похожа на мой взгляд. И она также похожа на мой взгляд, И вот еще хочу вам эту малышку показать, тоже многие подруги по кукольному хобби говорят, что она на меня похожа, но мне кажется почему-то, что она похожа на маленькую Скарли Тохара, не знаю откуда у меня такая мысль, но вот мне кажется похожа. И еще похожа на мою одноклассницу, которая была темной волосы, и сели, можно сказать, сели голубые глаза, но если она похожа на меня, то почему-то, потому что она очень красивая, очень красивая и очень лирика, потому что я всегда ставлю в ситуации лирико-романтические, когда я снимаю фотографии на мои redes sociales, pues ella tiene una historia, digamos, una historia de amor con un niño que es un pequeño capitán, и espero que dentro de unos días él volverá a ella, porque ella está esperando. И если она на меня похожа, то я тоже очень рада, потому что она такая девочка очень романтическая, лирическая, и я все время ей придумываю всякие лирические, романтические ситуации, когда я ее фотографирую для своих соцсетей. И сейчас вот она ждет одного мальчика-капитана, который должен к ней приплыть, через несколько дней приплывет, она вот его ждет. И вот этот самый парусник, который должен к ней приплывет, и на своем, ой, мадре мия, на своем брату этого, капитана. Así que dentro de unos días vamos a ver si ha llegado este niño o no, espero que sí, porque Marisol es una niña a la que no se la puede engañar, es muy pura y muy dulce. И так же, через несколько дней посмотрим, прибыл ли корабль, прибыл ли на его борту, капитан. Надеюсь, что да, потому что Marisol такая девочка, которую обманывать нельзя, она очень чистая, очень милый такой ребенок. Bueno, ahora sí que vamos a decir hasta luego, hasta la próxima. Espero que el próximo video también sea de vuestro interés. И también me gustaría saludar a mi nueva suscriptora, Ulyana, darle la bienvenida. И espero que, pues, estarás a gusto en mi canal. Y tu hija, Nastia, también. И так же, надеюсь, что следующее видео тоже вам будет интересно. Пока я прощаюсь, но перед этим хотелось бы передать привет своей новой подписчице Ульяне и ее дочке Насте. И сказать, что, надеюсь, что вам на моем канале будет интересно и тебе, Ульяне, и Насте тоже. Yo, Rasi. Hasta luego. Hasta la próxima. А теперь уж точно до свидания. До новых встреч.